В Самаре рассматривается вопрос о необходимости изменения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Чтобы предложенные варианты корректировок устраивали большинство горожан, в администрации города состоялось заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Весомых предпосылок для индексации множество. Из-за ограничений, связанных с недопущением распространения коронавируса, снизился пассажиропоток. В 2020 году по отношению к 2019 он уменьшился более чем на четверть. И вот по оперативным данным 2021 года мы видим, что он примерно на таком же уровне и остался. Частично финансовые потери из-за уменьшения пассажиропотока компенсированы субсидиями из бюджетов различных уровней. Однако даже с учетом принятых мер недополученные доходы перевозчиков, например, в 2020 году составили свыше 400 миллионов рублей. На фоне снижения выручки увеличились расходы. Выросла цена на топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запчасти. Помимо этого перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава. Закупаются рециркуляторы очистки воздуха. Также перевозчики испытывают дефицит кадров. Средняя по отрасли неукомплектованность штата водителей и кондукторов составляет 30-40%. Основная причина оттока сотрудников – неконкурентоспособная зарплата. Ожидается, что корректировка тарифов позволит, если не справиться полностью с кадровым дефицитом, то как минимум повысить зарплаты действующим сотрудникам. Сегодня, мне кажется, очень действенно показала свою работу трехсторонняя комиссия и вообще социальное партнерство на территории городского округа Самара. Уверен, это позволит сохранить трудовые коллективы, а коллективы транспортных предприятий, многотысячные коллективы, сделать эти места более привлекательными. Перед заседанием трехсторонней комиссии был подготовлен ряд предложений по корректировке тарифов. Сегодня был озвучен наиболее оптимальный вариант. Выслушав аргументацию, члены комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен. По итогам предложено увеличить стоимость проезда на 10%. С 29 до 32 рублей по безналичному расчету и с 32 до 35 рублей за наличный расчет. Для льготников поездок по картам школьника и студента социальным картам предлагается провести индексацию всего на 6,4%. Увеличение стоимости проезда исключительно на уровне ростом РОД, установленного правительством Российской Федерации. И это ниже уровня прогнозируемой по данным Центробанка инфляции. Важно и то, что остается социальная направленность. Главный леймотив в данной ситуации у людей на сегодняшний день, вот мы говорим, я говорю о социальном блоке, где у нас там и студенты, и школьники, и люди, которые пенсионеры, и кто пользуется льготным проездом транспортом, по умроту, и мы даже не пошли по уровню инфляции, а остановились именно на этом. Понятно, любое повышение для граждан, это хоть там на 50 копеек, хоть на 20 копеек, но это не из приятных. Но я думаю, что понимание и этот взвешенный подход, он точно найдет понимание в большинстве своем и в коллективах. Потому что за этим стоит и трудовые коллективы, за этим стоят и вообще работа транспортной отрасли. Карты на разовые поездки для школьников и студентов предложено сделать дороже лишь на 1 рубль. Тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников предлагается повысить на 40 рублей до 640 рублей. Для студентов на 50 рублей до 850 рублей. Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок. Повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей до 330 и 660 рублей. Стоимость безлимитного проездного для остальных граждан, согласно расчетам, составит 1985 рублей. В отношении поездок по социальной карте жителя Самарской области стоимость проезда не изменится. Она составит 270 рублей в месяц за 90 поездок, то есть по 3 рубля за поездку. При достижении лимитов 90 поездок пассажиры по социальной карте жителя Самарской области не высаживаются из общественного транспорта. Отметим, что половина пассажиров – это льготники. Преимущества для них предусмотрены не во всех городах страны. А по сравнению с рядом крупных городов, где такие возможности есть, в Самаре максимально льготные условия оплаты проезда. На трехсторонней комиссии были озвучены и новые инициативы. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и глава областной федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов, медиков и работников социальных служб. Перед окончательным утверждением тарифов планируется рассмотреть вопрос об их адресной поддержке. После того, как предложения по установлению тарифов будут сформированы окончательно, их направят на согласование в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Только после этого тема индексации стоимости проезда будет вынесена на рассмотрение тарифной комиссии. Напомним, последний раз стоимость проезда пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. Двухлетний мораторий в части сохранения тарифов был выдержан. По заверению городских властей, новая стоимость проезда также останется неизменной в течение следующих двух лет, до конца 2023 года. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События.